Ура! Вчера произошел такой достаточно заурядный инцидент. Подрался я с каким-то алкашом, но давайте просто по порядку. Изначально мы приехали в Красносельский район для моего нового проекта «Спальные районы». Я просто приезжаю с друзьями, осматриваю эти районы, выставляю какие-то оценки, критерии для жизни в нем. И, ну, осматриваю, собственно, сам весь район в целом. Как в формате прогулки, не алкопутешествия, а просто прогулки. Район замечательный, там много молодых семей. Очень приятно смотреть, много новостроек. И вообще, как бы я не рассчитывал, мы поставили рейтинг очень много, по-моему, 8 баллов по криминогенной обстановке. Район действительно очень красивый, светлый. Но вот мы закончили снимать и пошли, пошли уже, собственно, в сторону старых районов, чтобы уехать. И смотрим, видим пожар. Действительно, пожар там был такой, мой огромный пожар. Горело поле. Пошли мы туда заснять материал. Ну, подумали, что, а почему бы не пожар? Это же интересный материал. А на деле же там был просто горело поле, и уже им честники тушили. Короче, ребята, вам, наверное, плохо видно, но там дичь творится. Там просто ад. Там рядом люди, ну, неспроста. Вот такая чушала-чушала. У нас сражь. Что вообще там подожжает? Вот говоря, бомжей сжигает. Ну, это люди идут вообще невозмутимо там. Семейство такое не было. Да, мне интересно, что это. Чувак, там реально горит ведьма. Я видел. Смотри, огонь прям на людей вообще. Да, да. Просто здесь они червят. Короче, это, походу, неконтролируемый огонь. Реально, он там дальше тоже есть. И языки пламени. Что тут происходит? Ну, видимо, дети устроили какой-то... Блин. Я не знаю. Это уже вышло за пределы детей. Это уже серьезное дерьмо. Думаешь? 18+. И тут потянулся к нам какой-то пьяный мужик. Лет 40-45. Я бы не сказал, что прям... Одет он был как бомжара какой-то или забулдыга. На лицо он не был алкашом. Обычный мужик просто напился. Как говорит, там... Единственный там фрагмент. Судорога, это он пидораб. Смотри, разгорелось как. Смотри. О, кто вы. О, христианской жизни. Да, да. Семья. Просто мы с ним стояли, трещали, там, угорали. Ну, как бы так, да. Ничего особенного. Я даже к нему как-то... Относился с юмором больше, чем всерьез. Главное, что там... Там пожарились? Мой интерес киев. Вот, посмотри. Мой интерес киев. И даже в какой-то момент он там чуть не упал в этот канал. Я его так поддержал, что типа все нормально. Давай там. Ого-го. Стой. Ну, в итоге этот чувак позвал нас пить водку. Говорит, у меня деньги есть. Пойдемте, бухнем, там, все такое. Мне же уже надо было ехать домой, потому что уже было поздно. Кто знает, кто смотрит давно канал. У меня работа два через два и дети. То есть, чтобы отправиться в какое-то путешествие на съемки, я оставил детей с бабушкой. Она приехала как раз специально для этого. Ну, вот, было уже поздно. Я говорю, нет. Мы уходим. Как бы, ну, на нет и суда нет. Он начинает барагозить. Какого хрена там? Что-то какую-то херню начал нести. Ну, вообще, этот мужик изначально нёс какую-то херню про политику, про Кадырова, еще какую-то хрень. Ну, я не слушал это, потому что это пьяные и бредни. Воспринимать это как-то всерьез. А вот эти, пидорасы, вот, но это ваши чувства. Это... Да просто, что поля говорят. Это добро, которое они подразумевают в жопу. А мы хотим жить, или вы не хотим жить? Нет, я ультиматур не сужу, Генграду. Нет. Этого, блядь, этого Кадырова нахуй. Он же обозначил там, блядь, диагональка я какую-то, блядь. Я очень не представляю, ребята, честно. А я снимаю. Правый, сука, чтоб ты знал, правовый, правовый моего государства. А левый, с этого, который незаконно осужен, моего государства. И честно говоря, я за них болею. Сила государства. Молись своим бокам, пидор. Если ты не исполняй свои обязанности. Короче, ладно. Этот Чувырла взял просто и вот так вот рукой мне двинул в лицо. Из-за чего как бы было... Ну, я бы не сказал, что было просто больно. Ну, было больно чуть-чуть. Но я сказал, нет, я не буду драться. И я с другом Смехоном, с которым мы, собственно, снимали Красносельский район, мы начали уходить, как, отойдя где-то метров 20-30, я понял, что у меня из носа просто идет кровь. Какого-то хрена. У меня просто щелкнуло что-то в голове. Пелена перед глазами. И я возвращаюсь к этому в мудиле. Какого хера ты, уебище? Блин, и дальше я вот реально не помню. Я просто его начал мудохать. Донимать вот так вот. Какого хуя, блядь. Скинул один раз в этот канал. То есть он покатился кубарем в канал. Чуть не упал. Он в самом конце уже остановился, да. Это... Вот, к счастью, мы это не снимали. Потому что... Ну, как бы у нас руки были заняты. Михон там стоял рядом, как бы поддерживал, если что. Потом скинул... Потом он поднялся. Пытается на меня опять барагосить. Да я понимаю, что этот чувыл не успокоится, пока ему не двинешь нормально. Я понимаю, что как бы... Это большой здоровый лоб, который, в принципе, если бы он был трезвый, он бы тоже мне мог навалять. Но алкоголь делает свое. Этот чувак поднимается с этого канала. Ползет. Я, блин, просто скидываю его опять. В этот раз он недалеко укатился. Понимаю, что, блин, это мудила нахер. У меня все, блин, злость. Я... Как мне остопиздили эти тупые алкаши? Тупые маргиналы, блин. Я понимаю, что этот чувак какой-то там приезжий. Понимаю, что он там с Украины. Ну, неважно, при чем здесь какая-то национальная проблема. Наши русские, додики наши русские. Вот это вот все, вот это говно. Оно вот здесь полно, во дворах, везде. Понимаете? Все это говно. Мы делаем... Ну, берем все это от себя. Они просто бухают. Что-то там из себя пыжатся. Выпендриваются. Какого хера вообще? И я полез на этого чувака опять. Просто проявляя свое неуважение и отношение ко всему этому алкобыдлу, я смартнулся в него кровью уже, еще и сверху, блин, на него прям. Он опять начал подниматься. Да что ж такое? В третий раз, ну, синька чмо там, как бы, вообще уже ничего не чувствуешь. Можно херачить. Хоть до потери пульса его, как бы. Один раз его еще по лицу шлепнул. Нормально так приложил. И, кстати, вот, ебнул по яйцам кулаком, блядь. Думал. Я думал, что, как бы, ну, когда бьешь по яйцам, ну, во всех фильмах, да, чувак должен успокаиваться. Тут нет. Может, у него нет яиц? Ну, это ладно. Это все херня. В общем, он продолжил. В итоге я каким-то хуйного завалил. Он меня держал, блядь, за плечи, блин. Порвал мне рямку от портфеля. И в итоге я его ебнул просто по голове ногой. Попал ему в глаз четко. Тот упал, свалился уже окончательно. Лежит. Все, тело, блин, ну, что-то там горячится в болевотиной своей кусок говна. Подошел парень, говорит, вы же уходили. Мимо проходил парень просто. Подбегает к нам, говорит, вы же уходили. Не трогайте его. Все, с него хватит. Я такой, хорошо, хорошо. Просто уже заебало. Все, вы там закончили. Короче, в итоге мы пошли уже на остановку, подальше от этого места. Этот чувак там продолжал лежать. Я оглянулся, пройдя метров 200. Он лежал, там даже к нему уже никто не подходил. Все с ним, я думаю, нормально. Ну, я надеюсь так на этом. Потому что, ну, с какого хрена ты лезешь, чувак? Вот ты просто лезешь. Ты включаешь там какую-то хрень. И зачем это все? Для кого? Для кого до всех это уже заебало? Всем насрать на тебя? Насрано просто. Боже мой! Да всем насрать! Зачем это все нужно? Просто я, блин, не понимаю этого. Какие-то драки. Все эти драки, они идут из детства. Вот это, помните, в детстве все любили подраться? Так это недоразвитость. Просто-напросто. Все любители подраться, они просто... Дебилы. Все эти гопники, они умственно отсталые. Понимаете? Если ты думаешь, что ты охуенный и такой пиздатор, я всех замочу, мне похрен на все, понятия, не понятия. Джона, ну че почемно? Иди сюда, да я здесь на. То ты просто-напросто дебил. Ты умственно, сука, отсталый дегенерат, блядь. Которых дохерища в нашей стране. Почему не любят Рашку? Из-за таких дебилов. Ёбаный свет. И я шел уже просто злой. После того, как отмудухали мы этого парня, блин. Мы пытались записать там какие-то видео. Ну, короче, в двух словах. С каким-то, блин, увольнем. Покувыркались там, блин, пьяным чмом. Неадекватно. Блядь, ну нормально стояли, разговаривали. Угостили сигареты, блин. Стоим, вроде как в херах двигается нос. И начинается вот это все. Ну, дали пизды, как бы там. Получил по щам ногой в итоге. Отрубился, кстати. Отрубился, да. Потому что не мог угомониться, блин, нормально. Чуть искатился, блин. Ваш покорный слуга его отрубил. Да. Можете гордиться мной, я звезда армрестлинга. Ну, теперь уже. Блин, человеку ехать домой к жене, к детям. У него, блин, нос разбит. Что это вообще за... Блин, вы шли нормально. Ну, какого, блин, делала? Именно за это ты и получил. Потому что оно заебало уже. О, фу. Весь вблизи, да. Лицо, руки в крови. Я просто, понимаете, в какой-то момент я положил его на землю. Сверху сижу, держу за руки и говорю ему, зачем? Для чего? Что ты хочешь? Этот чувак мне что-то там бубнит и продолжает пытаться что-то мне наехать на меня. Я не знаю, кстати, если будем снимать так дальше, спальный район, то мне надо с собой стволы наносить. Путешественник 99-го левела, Виктори. Какого-то пьяного. Ну, вы его видели. Честно говоря, мне на самом деле жалко. Просто я реально переживаю за чувака. Не знаю, блядь. Хоть он какой-то, блядь, ебанут. Ну, все пьяные ведут себя ненормально. Ну, естественно, ничего путного не смогли записать, как бы. Я про саму всю ситуацию. Это... Да, это довольно заурядная, обычная ситуация, но... Блин. Неужели нельзя как-то по-нормальному? Если я говорю человеку, что... Все, я не буду драться. На хера ты бычешь на меня? Зачем? Продолжать. Ты что? Герево! Ты что, сука? Не врубаешься, не вдупляешь, ты тупой! Тогда надо тебя проучить, сука. Я не знаю, с одной стороны, как бы я жалею, что... Блин, я вот так вот поступил. Надо было просто пройти мимо этого чувака и сказать... Да, да, да. Не трещать с ним 10 минут, стоять, угорать. Чтобы дошло до такого. А просто пройти мимо пожара, как бы заснять пожар и идти дальше на остановку. Бля, ты заебал. Ты реально заебал. Хорош. Придурок, блядь. Дом уже 3 года сдан, ты все, ремонт не можешь сделать. Сколько можно? Чувак. Чувак. Сколько можно сверлить эту дырку? Я сейчас тебе принесу перфоратор, блядь, и сам ее просверлю, сука. Зачем ты дрелью хуячишь в стену? Перфоратор может сделать это за 10 секунд. Дегенерат, ты гребаный. Чувак приехал с Украины. И как бы он, ну по сути он, блин, как бы ничего не надо. Набухался и начал барагозить. Зачем? Для чего? Непонятно. Друзья, давайте будем как-то, я не знаю, давайте реально будем нормальными пацанами. Если вы там гопники, маргиналы, давайте вот, блин, включайте голову, учитесь, идите. Ну вам насрано на это, понятное дело. Но, если вы считаете, что охуенно побухать в падике, охуенно там, не знаю, что-то делать, блин, вот это вот жизнь гопника, да, если вы считаете, то вы просто будете, закончите, как этот мужик. Вот это нерадо. Или вообще, скорее всего, как этот. Я просто жил в Купчино и видел много всякого говна, много всякого говна. Кстати, особо инцидентов у меня там не было. Но, приехав в самый крутой и перспективный район Санкт-Петербурга, до меня докопалось какое-то быдло. В общем, надо пересмотреть выставление оценок относительно Красносельского района. Хотя, мне кажется, просто-напросто в старых районах всегда есть какое-то быдло, деграданты, которые ведут себя вот так, бухают. Всегда есть приезжие, которые вечно чем-то недовольны и ничего не хотят делать, по сути. На этом можно долго размышлять, об этом можно книги писать. Я понимаю, что меня до сих пор вот это вот держит злость, вот это вот... Я вроде как, блин, скинул с себя с плеч, вот, немножко скинул с себя с плеч, когда отмудохал его. Тем более, что это верзило, начало там что-то махать, орать в камеру. В общем, друзья, давайте не будем заниматься хернёй, давайте уже наконец-то, наконец-то станем цивилизованным обществом. Ведь, блин, чтобы быть реально развитой и могучей страной, не нужно заниматься вот этой хернёй, какое-то обсуждение политикой. Начните с себя. Хватит уже вот этих вот... Не надо, блин. Это вот. Это ниже плинтуса. Если ты считаешь, что ты крутой, охеренный гопник, ты, блядь, говно. Ты отброс. Больше мне сказать нечего, я очень... Я рад, что сейчас есть ютюб, я могу высказаться. В конце концов, блин, накипело. Как же мне остопиздило это дерьмо? Объяснить людям, блин, может реально сейчас смотрят какие-нибудь диблоиды, и вот эти диблоиды хоть немножко поймут, что, блин, даже с маленьким достатком, там, с маленьким членом, можно жить нормально, не нужно заниматься хернёй, сука. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, мне будет очень приятно. Смотрите мои алкопутешествия и районы, в общем, сейчас у меня ещё куча всяких там тем, я планирую делать топы. И подписывайтесь на канал, нажимайте пальцы вверх, нажимайте на бубенцы, на свои, на те, что под видео, и всё будет хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok